Вместо побелки – роспись под гжель. Так креативно закончился плановый ремонт фасада отдела кадров акционерного общества «Прокат-монтаж». Первые стрит-арт-объекты на этом производстве появились год назад. Здания администрации украсили пейзажи с горными озерами и величественными замками. Этот эксперимент получился настолько удачным, что на предприятии решили создать собственный музей под открытым небом. В случае, когда мотивация поступков неясна, французы говорят – ищите женщину. Однако виновником небывалого творческого подъема в «Прокат-монтаже» оказался вовсе не слабый пол. Чтобы завоевать лидирующие позиции на рынке строительно-монтажных работ, предприятию пришлось быть не только компетентным, но и креативным. Например, дата запуска производства пенополистрола была увековечена статуей лошади, выполненной из этого же материала. Так что предложение генерального директора «Прокат-монтажа» Владимира Генералова обновить фасады не побелкой, а росписью, было поддержано коллективом быстро. Просто собрали фотографии, а уже заказчик выбрал наиболее приемлемые для работы. Ну, при первом фасаде мы немного проекта использовали, но он сильно не помог. И впоследствии мы уже не прибегали к нему, все от руки рисовали. Отыскать талантливых граффитчиков предприятию помог проект управления культуры города «Музей под открытым небом». Задача перед художниками стояла непростая – свое лицо нужно было найти для каждого объекта. Каким оно будет, решалось путем голосования, которое перерастало зачастую в большие творческие дискуссии. И если с тем, какой картиной украсить первый и главный фасад предприятия, определялись долго, то вот с обликом отдела кадров все решилось легко и просто. Эскизов было много, где-то, может быть, в порядке 20 эскизов, было разные. Там были геометрические фигуры, шары, хохлома была. А затем просто пришло как бы на ум сделать, почему бы не сделать джель. И как бы раз, и заказчику понравилось. Очень хорошо, да, потому что у нас серый город. Просто глаз радуется, белое, голубое. Ну, нормально, хорошо. Восхищение этот арт-объект вызвал и у рабочих инженеров предприятия, и у жителей города. Поняв, что выбран верный вектор развития, руководство компании решило не останавливаться на достигнутом. Внося весомый вклад в экономику города и области, прокат-монтаж сегодня в силах сделать немного прекрасней мир и для своих сотрудников. Татьяна Артеменко, Георгий Бадаев, телекомпания ТВН.